Я включил запись. Мы не согласованы обычно с своей темой. И тут получилось, мне кажется, что мы будем говорить с доктором Ленинцем на близкие темы. Он тоже взял тему, связанную с Советом Метро, насколько я понимаю. Но я думаю, что мы будем говорить о них немного в разных аспектах. Я хочу сделать небольшое предисловие, даже два. Первое предисловие относится к тому, к вопросу о том, о чем, собственно, я все время и довольно часто в своих беседах я упоминаю. О том, что когда мы встречаемся с противоречиями в различных описаниях какого-то события или в различных странах какого-то события, которое мы видим в одном описании, насколько важно нам не только осознать, что именно происходило, это тоже важно. И этим занимаются комментаторы простого смысла, и они пытаются нам разъяснить, как все было на самом деле. Также важно увидеть в двух разных описаниях различные идеи. Потому что эти различные идеи, они нам помогают в осмыслении нашего сегодняшнего существования. И этим я сегодня попытаюсь заняться в процессе разбора этапов назначения судей, так как он описан в книге «Шмот». И второе описание есть у нас в книге «Дворим», когда Муше обращается к народу и напоминает им их историю. Это первое предисловие. А второе предисловие не связано с темой, то есть оно связано опосредственно, потому что я просто упоминаю. Я не опираюсь тут на его урок, упоминаю Раву Мейдану, у него собственный подход к тому, что тут происходило, мы к этому вернемся. И мне пришло в голову, что есть такое наставление, что пусть твои глаза видят твоих учителей. И это может быть хорошее начало, но и то же самое этим занимается в какой-то степени в нашем чате Лена, которая выставляет портреты различных учителей во многих поколениях. Но и учителей нашего поколения, мне кажется, интересно было бы показать. В частности, во-первых, я хотела показать вам портрет Ханана Парата по книге, которого постоянно у нас Натан дает урок. Так, что-то я не вижу. Где у меня? Одну секунду. Я не вижу. Через то место, где потом прошел Суэцкий канал. Отсюда до Медьяна приблизительно 600-700 километров. Значит, когда Итро чуть позже и пришел Итро, тесть Маше, и сыновья его, и жена его к Маше в пустыню, где располагался. Значит, ну, с одной стороны, может быть, это уже стан у горы Синай, вот здесь, на самом юге карты. А может быть, это остановка у Рефидима после войны с Амалеком. В любом случае, от этого места до Медьяна приблизительно 400 километров. Где-то побольше 200 миль, даже если по прямой, не выбирая хорошего пути. Так, спросим себя. Первое. Как мог Итро что-то услышать? Причем, вот это слово «услышать», «лишмо», оно в Иврите имеет такое значение, что не просто там какая-то информация мимо ушей пролетела, знаете, там, шли мимо караванщики, сказали, вот там в Египте что-то происходит. Нет, эта информация очень ценная, «лишмо» – это значит, человек ее, что называется, кладет на сердце, и она становится его сутью. Он ее принимает, как вот часть своего мировоззрения услышал. Значит, ну, мелкий вопрос по ходу пьесы, как оказалось Цепора, Гершом и Элиезер обратно в Медьяне у Итро, если Маше, отправляясь в Египет, взял, посадил на осла жену свою и двух детей своих и пошел в Египет, да? Ну, на эту тему все комментаторы дружно говорят, что по дороге, возможно, на той самой стоянке, где Цепора делала обрезание сыновьям, значит, Всевышний сказал Маше, ты идешь в Египет выводить оттуда еврейский народ, зачем ты с собой берешь еще жену и детей, да? Ты должен вывезти евреев из Египта, а наоборот, не вводить лишних в Египет. И тогда Маше на том же осле, что называется, отослал свою жену и детей обратно к тестью в Медьян. Хорошо. Так вот, что за музыка? Это не мое. А, ой, господа, я ничего не смогу сделать, у меня у соседей караоке. Слушай, опусти мне жалюзи, может быть, лучше будет. Моя гипотеза состоит в том, что после двух событий, о которых нам говорит Раша, а Раша нам говорит, что Итро услышал о том, как было раздвинуто море Тростниковое, Янсуф, да, и мы прошли, а войско фараона утонуло, это первое событие, и второе событие – война с Амалеком. Вот об этих двух вещах услышал Итро. Так вот, моя гипотеза состоит в том, что после войны с Амалеком, находясь вот здесь у Рефидима, в небольшом расстоянии до горы Синай, Маше послал гонца в Медьян. Одного из своих учеников, друзей, кого-то он нарядил и послал в Медьян для того, чтобы тот привел ему жену и детей. И когда этот гонец рассказал Итро об этих двух событиях, то Итро не просто отпустил Цепору, хотя, казалось бы, да, пришел гонец, но нет проблем, с ним вместе Цепор и Ершом Элеизеру идут в стан евреев. Но Итро пошел вместе с ними. И первый вопрос, значит, почему он это сделал, хотя мог бы и не делать. Вообще говоря, Итро не такой свободный человек, чтобы захотел – пошел туда, захотел – пошел сюда. Итро работает коином медьянским, то есть первосвященником народа. И вообще эта работа надо там, я знаю, жертвы приносить, какие-то религиозные проблемы решать. То есть Итро на службе. Нигде не сказано, что у него есть заместители там и так далее. И тем не менее он оставляет службу, и он идет в еврейский стан у Рефидима. Рабочая гипотеза состоит в следующем. Первое событие, о котором услышал Итро, это совершенно невероятное, со времен потопа, то есть в течение там где-то полутора тысяч лет небывалое проявление Всевышнего в наших земных делах. Море расступается, мы проходим, и армия величайшей империи мира гибнет в этом море. То есть, что называется, и распластался народ, и убоялся. А второе событие прямо противоположное. Оказывается, можно не бояться. Оказывается, даже после такого раскрытия можно начать войну с еврейским народом. А что значит начать войну с еврейским народом в этом контексте? Это, простите, начать войну со Всевышним. И вот Амалек начинает войну, по сути дела, со Всевышним. И что значит Итро услышал об этих двух вещах? Раскрытие Всевышнего и возможность войны со Всевышним. А это значит, что наступил момент, когда нельзя оставаться в нейтральной позиции. Когда каждый разумный человек должен определиться, ты с кем? Со Всевышним или с Амалеком? И Итро делает свой выбор. И он идет вместе с цепорой и детьми к еврейскому народу. Он хочет быть со Всевышним. И это момент номер один. Момент номер два. Предыдущий оратор Нехама нам рассказывала о Совете Итро. Я о нем говорить не хочу. Я хочу задать вопрос. Почему после того, как выбрал Маш... Значит, я сейчас не вдаюсь в некоторые подробности хронологии. Что было раньше у Синая, после Синая. В данном случае вы увидите, что это не очень принципиально. Но после того, как сказано, и выбрал Маше мужей мужественных из всего Исраэля и так далее, и так далее. И после этого 27-й пасук. И послал Маше тестя своего. И пошел себе в страну свою. И тут, если дело происходит в Рефидиме, то все выглядит совершенно непонятно. Итро пришел к Маше и говорит с ним о Шаломе. И понятно, что Итро хочет быть вот при этом действии, при даровании Тары. И когда до дарования Тары остается несколько дней, Маше его отсылает. Иди, иди отсюда. Мы за совет спасибо. Все принято, но разберемся без тебя. И возникает вопрос, почему так? И мне кажется, здесь есть два аспекта. Первый аспект касается роли Маше как руководителя еврейского народа. Смотрите. Если вы пересмотрите весь этот 18-й перег книги Шмот, начало раздела Итро, вы увидите, что Тора постоянно повторяет. Итро – тесть Маше. Итро – тесть Маше. Кто такой тесть? Понятно, да? Это отец жены. То есть это как бы представитель более старшего поколения, да? И, в общем, может быть, не напрямую, но все-таки, естественно, говорить про тесть не значит, вроде «чти отца своего и мать свою». Да, это отец твоей жены, но ты, жена, это единая плоть, поэтому он в какой-то мере и твой отец. Итро все время подчеркивает вот эту позицию Итро как тесть Маше. И Маше принимает совет Итро, ну, более или менее автоматически, более-менее, ну, он его немножечко там подправляет. Итро дает четыре критерия выбора. Маше ограничивается одним критерием выбора. Но, тем не менее, он принимает совет Маше. А дальше мы зададим себе вопрос. Вот Нехама привела пример из книги «Дворим», когда еще раз Маше вспоминает об этой всей истории. И интересно отметить, что Маше не вспоминает о том, что это подсказал Итро. Маше говорит, вот вы захотели, вы выбираете, так сказать, ваши дела, ребята, демократия. Ешь демократия, бейсраэль. Так вот, первый аспект этой истории с отсыланием Итро я вижу так. И я не претендую на истину в последней инстанции, но мне так кажется, что Маше, как руководитель еврейского народа, хочет, может и должен получать указания от Всевышнего. И больше ни от кого. Он стоит лицом к лицу со Всевышним, уже стоял там у горящего куста и будет стоять еще и еще и еще. И вот это единственный правильный источник для Маше получения руководящих указаний, советов, инструкций и так дальше. Никто, не старший брат, авторитетнейший Аарон, не тесть, который его многому научил, когда Маше был в Медьяне и, между прочим, указал ему дорогу к Синаю. То есть Итро тоже это как-то понимал. Никто больше не может и не должен давать советам. И более того, мы нигде до книги дворим включительно, мы не видим применения вот этой пирамидальной судебной системы. И мне кажется, что здесь есть второй аспект. Первый аспект Маше как руководителя, второй аспект еврейский народ как народ избранный. Народ хочет получать указания от Всевышнего. Ну, не от самого Всевышнего, чтобы мы там не умерли, слушая его голос. Но при посредстве Маше. Вот пусть Маше нам расскажет. И мы несколько раз встречаем в дальнейших событиях, когда есть какая-то проблема и пришли к Маше, а не к пятидесятнику, не к сотнику, не к тысячнику. Хотя казалось бы, ну проблема там, кто-то в шаббат собирал дрова, да? Ну так нет, мы пришли к Маше, вот пусть Всевышний тебе объяснит, а ты нам расскажи, что делать. То есть вся эта система, которая, конечно, нужна, но она понадобится не сейчас, не случайно она повторяется в книге «Дворил». Она понадобится тогда, когда мы вернемся в свою страну, когда мы будем строить свое государство, но у нас не будет Маше Робейла. И вот тогда мы должны будем демократическим путем создавать вот эту структуру властных органов, которые в меру своей компетенции будут выполнять то, что положено. И при этом эта структура властных органов будет не сама по себе, а она будет из нескольких ветвей. То есть там будет создан Сенгедрин, как такой парламент, который будет определять и толковать исполнение законов. Будет система судей, будет царь, который в эпоху царей Израиля будет, по сути, военным вождем для начала, начиная с Гедеона. И будет пророк, который, конечно, не Маше Робейну, но, тем не менее, будет нам доводить до нас то, что он получил в пророчестве от Всевышнего. И поэтому, значит, хотя Итро, очевидно, хочет присутствовать при даровании Итары, на Маше его отсылают. Нет, за совет спасибо, совет учтем, совет запишем, но тебя с нами не будет пока. Потом, вроде бы, да, в дальнейшем там про Хавава, сына Риувена, но это можно истолковать, как то, что там речь идет уже о сыне Итро, а не о самом Итро. А сам Итро, как человек, так сказать, предыдущего поколения, с нами дальше не пойдет. Вот, собственно, что я хотел сказать на эту тему. Спасибо за внимание. Окей, очень интересно. Мне очень понравилось, спасибо, очень здорово дополняет, но я все-таки хотела подчеркнуть и в этом, так сказать, и в этой теме. И ты сам уже на этом намекал, что тут есть две стороны. Одна сторона, то, что мы слушаем только Всевышнего, никого больше. А другая сторона, что мы на инициативе снизу, да, для которой нужна структура. Еще этим можно объяснить, если не говорить, что это идет речь о Хававе, что это не самый Итро, а его сын. То, вот, в книге Бомедвар действительно там все видится иначе, да, и сказал Мушик Хававу, сыну Руэля, да. Мы отправимся в то место, о котором Господь сказал ему, иди с нами, и делаем тебе добро, и так далее, и так далее, да. То есть он уговаривает его пойти. То есть ты, если мы все-таки считаем, что это Итро, сын, то... Вот я утверждаю, что это сын. Нет, послушай, но есть же разногласия, да, поэтому как бы здесь есть снова два аспекта. Один аспект, который, если ты скажешь, что это сын, то тогда это целиком поддерживает твою точку зрения, только слышим Всевышнего. А если мы скажем, что это Итро, ну скажем, да, ну мы слышим Всевышнего, но с другой стороны нам важно еще и инициатива снизу. Мне кажется, что это, так сказать, две вещи, которые, две идеи снова, которые друг другу дополняются, а они противоречиваются. Да, согласен. То есть они кажутся противоречиваются. Да, у нас как называется наше мероприятие? 70 ликов Тора? Окей. Мы же не против. Ой, какая киска. Вот еще один лик, видали? Юра, секундочку, вот у Алексея поднята рука. Я очень боюсь пропустить кого-то, кто хочет задать вопрос. Алексей, это... Слушаю внимательно. Да, да, это просто поднятая рука, либо она со смыслом поднятая? Ну, чуть-чуть, если поймете. Я правильно понял. Смотрите, я так и не понял. Итро посоветовал, и как бы Моисея отклонил, и спросил потом у Бога, что делать ему. Или как, я что-то не понимаю. Если он сказал, Итро сказал, так надо, как это, посоветовал ему, и Моисей потом, ну, что-то сделал из текста, да, видим, как-то послушался его голоса, или он советовался потом с Богом? Ну, строго по тексту сказано так. И послушал Моше голоса тесте своего и сделал все, что сказал. Посмотрел на то, что у него получилось. Значит, вот 26-й посылкой судили народ во всякое время. Одно, другое, третье. И, увидев, что получилось, послал Моше тесте своего и пошел себе в страну свою. Совет хороший, но не своевременный. Мы его запомним, запишем и оставим на будущее. Через 40 лет снова вспомним. Окей. Это интересный взгляд, но, то есть, это не стопроцентный. Можно читать и по-другому, но очень интересно. Это, да. У меня такое предложение, если можно. Эмиль, я вижу руку. Давайте сделаем такую вещь. Вот следующее сообщение, это, может быть, мое. Мне жалко делать купюры и выкидывать первоисточники Халила, которые здесь есть. Поэтому давайте сделаем так. Оставьте руку. Я сделаю сообщение, а потом мы услышим и озвучим все вопросы. Хорошо? Ничему не противоречит. Я не очень-то считаю, что хорошо, поскольку речь идет о чем-то одном, а потом придется возвращаться снова к этому. Это не очень удобно мне. Окей, мы вас... Я собираю сократить свое выступление до минимума, и потом вы свободно будете выступать. Окей, мы вас слушаем. Значит, я привязываю к тому, что было сказано Нехаме. Есть субординация в том, как выполняются какие-то вещи. Это очень простой пример. Если на Израиле, то, допустим, Рош Мишала, то есть глава правительства дает министру указание, выбрать акт или так, устроить судебную систему и представить на рассмотрение. А как он это уже делает, это уже творческая задача министра. То же самое было и здесь. Всевышний сказал ему, Маше сделал. Значит, то, что касается последнего выступления, я абсолютно согласен. Более того, я считаю, что есть динамика во всей Таре. Это начинается особенно явно с книги Воикра. Маше постепенно теряет свою роль вождя, поскольку ситуация меняется. Народ готовится жить в земле Израиля. И постепенно он заменяется, значит, общение с Всевышним заменяется храмом. Этим кончается глава. Это кончается книга Шемот. И вот воикратно передается все, как народ должен жить. То есть все эти чудесные способы создания народа, они как бы довольно-таки детские, готовы, как сказать, для ранней стадии. А потом народ должен усваивать культуру. И Тара очень серьезно к этому относится. То, что касается эпизода, почему он это славал, это именно из-за ревности. Маше уже чувствовал свою слабость в многих вещах. И наказан он был именно не входом в Израиль, как бы наказан я говорю в кавычках. Именно потому, что он не выдержал этого экзамена вождя, который был необходим. Всевышний просто дал возможность показать, чтобы он сам убедился, что он не сможет вести дальше народ. Его задача приносить знания Всевышнего, прямое общение пророка Всевышнего. А потом пророк уходит, так как мы это находим в истории. То есть кончается время пророчества и начинается время жизни государственной. Все. Я отдал ссылку, пожалуйста, кто хочет об этом подробнее посмотреть, может... Окей, замечательно. Ну хорошо, все. Тогда мы переходим к заключительной части. Это статья Ханан Парата, которая называется... На юрите звучит так. Мифхан на асэва нишма лаяхитвы лаума. А именно проверка, испытание, принципа поймем и сделаем. А вернее, наоборот, сделаем и поймем. Сейчас посмотрим это. Я перевожу по-русски самым примитивным способом. Но это как бы такой сильный принцип. Мы сейчас будем его рассматривать. Но дальше сказано лаяхитвы лаума. А именно для индивидуума и для нации, для народа. Давайте посмотрим. Мне не хочется выкидывать... Тут очень интересные приводятся источники из Гемары. Источники из Агадот, которые в Талмуде. Мне кажется, они очень красивые. Давайте посмотрим. Следите за мной, задавайте вопросы. Мне кажется, схема, по которой Ханан Парад строит эту статью или свой комментарий, как обычно, такой он задает некоторые вопросы, сходят некоторые, казалось бы, такой детали. Рассматривать классические комментарии. Они его не удовлетворяют. И дальше он как бы суммирует и делает что-то. На мой взгляд, в общем, такой потрясающий вывод, который опять же идет по мостикам классических комментариев. Итак, начинаем. Пишет Ханан Парад. В центре нашего недельного раздела Итро находится Моамат Арсена, имя дарования Торы, в котором заключен завет, вечный завет, между народом Израиля. Больше он даже говорит не о Мысраиле, а Кнест Исраиль. Я думаю, подчеркиваю все, что это имеется в виду. Не только те, которые стояли, но это все поколения потом, с владыкой мира. Но при этом, как некоторое предварительное условие дарования Торы, Всевышний просит получить согласие, так можно сказать, у Израиля для того, чтобы быть ему избранным народом. И так это формулирует. Да? Да. И народ отвечает и говорит. Ответил весь народ вместе и сказали «Все, что ты скажешь, все, что скажет Всевышний на осе, в яну коле ам яхдаб в ямру, коль ашер дибер ашем на осе». Это книга Шмот, 19 глава, 8 стих. Да? И мы видим, что похожая ситуация, похожий оборот. Мы встречаем в конце недельного раздела Мишпатин, когда народ готов принять себя на бремя Митцвод, но при этом, что для нас очень важно в нашем сегодняшнем обсуждении, добавляется одно очень важное слово. То есть до этого было на осе, сделаем, добавляется одно важное слово. Какое это слово? А вот какое. Вы ямру и сказали «Коль ашер дибер ашем на осе в инишма». Эмиль, я выключу микрофон, то что он мешает слегка. Все, что скажет Всевышний, на осе в инишма. То есть, к слову, на осе добавляется инишма. Как уже говорили предыдущие докладчики, по-моему, Юра Ленинс про это говорил, известная, очень большая история, только вкратце обозначим, на иврите, может быть, в других языках тоже, кстати, надо подумать, как в русском, подумайте, если у кого-то будут соображения, скажите. Слово нишма на иврите с одной стороны по тому смыслу это услышать, но с другой стороны это и понять. Это 100%. И как бы простой смысл такой сделаем и услышим, что вообще непонятно, как можно сделать, а потом услышать. Просто непонятно, чисто-чисто, как бы, но физически непонятно. А с другой стороны, если понимать нишма как поймем, то это большой, как бы, философский вопрос. Дальше мы будем рассматривать. В чем он заключается? Эпишт Ханан Парад. Именно добавка слова нишма услышим, либо в более широком смысле поймем, после слова на ассе сделаем, она вызывает огромное удивление. А как вообще возможно что-то сделать перед тем, как услышать, либо понять? Если, да, и говорит, такая довольно жесткая фраза из трактата Авод, где сказано Эйн Бор Ире Хет Бэйло Амар Цхасид. По-простому сказано, да, перевод такой. Эйн Бур. Бур это человек, который неграмотный, неграмотный, невежа, невежда, по-видимому, невежда, который, он не знает Ло Ире Хет, он не может быть богобоязненным, он не может бояться греха. Почему? Потому что у них, видимо, не хватает как бы интеллекта осознать, понять, да, и больше того, Вело Амар Цхасид, Амар Цхасид, это просто люди, а просто люди, не может быть хасти хасидом, благочестивым человеком, да, то есть подчеркивается, явно напрямую, подчеркивается значение принципа, надо понимать, надо разбираться, что делать, если не понял, так, по-видимому, не можешь, как не можешь, не можешь как-то исполнять, и как вообще, если не понимая, каким образом делать, он пишет, вообще говоря, можно себе предположить, человек не понимает, что он делает, он может, он может, как бы, это может привести его к плачевным результатам, даже исходить с того, что изначально он хотел что-то хорошее, поскольку он не понимает, что он делает, может запутаться и сделать не так, да, и дальше разбирает два пшата, мы их сейчас быстренько отобьем, просто понять, насколько последующий будет отличаться от пшата, но пшат приводим, мы пишем, называет их рудфейпшат, то есть тех, которые следуют прямому смыслу, либо наиболее логичному смыслу, несимволическому смыслу писания, один, рожбам, это внук раши, рабишла мойсхаки, и второй, это ибнезра, да, и они, как бы, поскольку соединить это невозможно, снять мы будем дальше, не в простом, комментарий, то они это разделяют, разделяют чисто, как бы, более-менее механически, ну, проводя некоторую логику, да, например, выполним, да, то, что уже было сказано, а дальше выслушаем то, что нам будет заповедано дальше, то есть вот такое разделение, то, что было сказано до сих, мы исполним, а то, что будет сказано дальше, мы тоже будем исполнять, начнем такое разделение, да, это пишет рожбам, а вот ибнезр, он говорит так, а он тоже говорит, на сэ коле митцвот, ши цивну от ата, исполним все то, что было заповедано до сейчас, и выслушаем в дальнейшем все митцвот, которые будут дальше, либо есть еще тоже технически, можно разделить так, да, ибо нас разделяет, например, можно сказать, на сэ, на сэ, да, сделаем, это те митцвот, которые, как бы он пишет, на тует болев, которые человек, он, в принципе, он их и так понимает, да, может как бы сам до них достигнуть, а, например, нишма, нишма, это те митцвот, которые он получает с помощью, он пишет, кабала, с помощью кабала, в смысле, в том смысле, что, это то, что объясняют всевышний, через мудрецов, как их надо исполнять, что надо делать, человек сам до этого дойти не может, например, так, или еще одно разделение такое, на сэ, это митцвот а сэ, да, это заповеди положительные, либо, которые говорят, делай, да, а нишма, это митцвот лотасы, не делай, ну, вот такое разделение, да, но тем не менее, тем не менее, Ханан Парат это не удовлетворяет, и нас это тоже не удовлетворяет, мы продвигаемся дальше, и он говорит, что, но тем не менее, Надо посмотреть, что хазаль, мудрецы, именно обратить внимание на их попытку не разделять между заповедями насы и между заповедями нишма, а каким-то образом попытаться понять, в чем заключается, пишет, ну видите, это очень красиво называется, разганус. Раз, раз. На иврите, так же, как в других языках, наверное, по-русски, честно говоря, они очень синоним сокровища, богатство, клад, вот, пожалуйста. На иврите тоже есть разные, есть отцар, например, сокровища, цар Амелим, это словарный запас, например, а есть раз. Вот раз – это что-то, это больше. Раз, раз – это может быть и сот, и сокровища. Это что-то скрыто, это какое-то сокровище, которое скрыто. И он говорит, что давайте попытаемся рассмотреть вот то скрытое сокровище в этом парадоксальном смысле, которое находится в этом выражении насы и валишма. И, обращая внимание на рабе Лезера в трактате Шаббат, который сказал, в тот момент или в тот час, когда израильтяне, еврейский народ, Исраэль, Игдиму, а именно они предвосхитили Наасе, Лешмуа, то есть сказали, сначала сделаем, а потом поймем, да, вышла Батколь, Батколь, вы знаете, что Батколь так называется, как бы голос неба, либо пророчество, это что-то такое высшее, которое начал слушать человек, называется Батколь, да, и открыла, да, и Батколь сказала, Кто это открыл моим сыновьям, то есть Бне Исраэль, вот это скрытый смысл, это сокровище, скрытый смысл, который только ангелы-служители, только они как бы понимают и исполняют это, да, как сказано, вот сказано в книге Тейлим, Псалом 103, 20-й Псалом сказано, благословите Господа, ангела его, слово ангела, заметьте, да, крепкие силы, дальше написано исполняющие, это Наасе, слово его, а дальше повинующиеся, повинующиеся от слова нишма, вот про ангелов сказано, что они, да, это могут сделать как бы в одно слово, окей, но, говорит, тем не менее, тем не менее, даже несмотря на то, что как бы похвальное или хвалебное сравнение между ангелами и Израилем само по себе приятно, тем не менее, тем не менее, остается достаточно скрыто, да, а вот дальше идет, следите за мной, тут есть такое очень интересное объяснение, которое сначала представляется чисто техническим, мы видим, как из этого чисто технического объяснения выйдут совершенно не технические, а глубокие, как бы мировоззренческие выводы, да, в Масахед-Шаббат разбирается такая, кажуя себе, техническая деталь, а именно, вот так объяснял Рафа Симай, он сказал, в то время, когда Израиль и Гдиму сначала сказали Наасе, а потом сказали Нишма, да, то спустились, сказано Шишим Рибоа, запомните, потому что мы несколько сейчас будем говорить, Шишим Рибоа, я так понимаю, что речь идет про 600 тысяч, это количество евреев, которые вышли, Шишим это 60, по 10 тысяч получается 600 тысяч, да, вот спустились 600 тысяч ангелов, да, и каждый из них привязал Израилю или как бы водрузил на голову каждого израильтянина две шнектарим, две короны, одна корона, которая за Наасе, а вторая корона, которая за Нишма, а, говорит, с другой стороны, тогда, когда Израиль согрешил, в скобках речь идет о грехе золотого тельца, тельца, о, тогда интересно, спустилось в два раза больше, миллион двести тысяч, мяйсрим Рибоа, малахим, они называются малахэабала, хабала, то есть, в данном случае, как бы ангелы-вредители, да, то есть, те были хорошие, а эти были по отношению к Израилю, они вредители, у пиркум, и они их сняли, то, что вы, друзья, летяете, сняли, как сказано, а что сказано? сказано, сейчас скажу, сказано в 33 главе, в нашей, в 33 главе книге Шмот сказано, и сняли сыны Израиля свои украшения с горы Хореф, окей, то есть, с них сняли, и тут возникает такой вопрос, да, Амар Рейш Лакиш, о, вот это очень важно, Рейш Лакиш, что сказал Рейш Лакиш, потому что, запомните, дальше мы на этом будем основываться, Рейш Лакиш сказал, а в дальнейшем, в дальнейшем, Всевышний возвратит это нам, как сказано, и освобожденные Всевышним возвратятся и придут в Циен с ликованием, когда, как, каким образом написано, Симхат Олам Аль-Рушам, и вечное веселье, ликование на их головах, что такое Симхат, Симхат Олам Аль-Рушам, запомните, мы это дальше, дальше мы к этому вернемся, да, и пишет Ханан Парад, вот этот замечательный мидраж, он, по поводу него есть, как минимум, возникает несколько вопросов, какой смысл в этих, смысл в двух ктарим, венцах, да, венец, венцах, которые были выдружены, да, и которые потом сняли, дальше, почему именно, в чем смысл того, что именно Мошер Абейну, Мошер Абейну, он в дальнейшем возьмет вот эти ктарим, эти венцы, которые были сняты с Израиля, и в чем смысл того, как говорит Рейф Лакиш, что в дальнейшем, в дальнейшем, они будут, они будут их вернуть, то есть у нас есть три вопроса, да, разница 60 тысяч, 120 тысяч, два кетара, один кетар, да, второе, почему Мошер Абейну удостоился того, чтобы получить то, что было связано с Израилем, за что, да, и второе, второе, как мы можем понять, ту фразу из пророка Ишаяу, да, который говорит Рейш Лакиш, что в дальнейшем, когда же, какие будут условия, в чем смысл того, что эти короны вернутся на голову Израиля в виде семхи, в виде веселя, да. И вот говорит Рейш, говорит Ханан Парад, мы сейчас выведем, увидим, как далеко идущие мировоззренческие выводы, можно проследить, исходя, он говорит, из того, он это сфаткод, то есть с помощью тех кодов, тех шифров или того языка, которым обмениваются между собой, мы слышим разговор мудрецов в Талмуде. Давайте проследим, это интересно. Раф Симай подчеркивает, что в то время, когда Исраиль, они сначала сказали Насе, а потом сказали Нишма, да, то пришли 600 тысяч ангелов и привязали, каждый из них, получается, привязал два кетера на голову каждого израильтянина. А в момент, тогда, когда Израиль согрешил, с грехом греха золотого пельца, то пришли, должны были спуститься 120, 120 на 10 тысяч, миллион 200 тысяч, то есть в два раза больше, и сняли их. Теперь дальше, спрашивают Тософот, да, Балей Тософот, спрашивают к этому месту, да, дополнительный комментарий к этому месту. А как можно понять, что число вот этих ангелов, которые называются ангелы Хабала, то есть ангелы, которые вредители, это те, которые снимали, почему он два раза больше, чем тех, кого Гемар называет Малахе Ашарет, те, которые, ну, совершают услугу или там делают сэры, в данном случае делают хорошие дела, можно сказать так, если были Хабала, они делают плохие дела, снимают, а эти делают хорошие, да. Да, откуда, а как это получается, а как это видно, да, и они так, они отвечают. Они пишут, и здесь тоже видно, что Меда Това, то есть хорошее поведение, хорошие поступки, хорошие черта, да, она больше, чем Меда Това, а именно плохой поступок, плохое поведение. Почему? Потому что, когда себя евреи вели хорошо, да, то у ангелов это давало возможность Малахе Ашарет одному ангелу привязать два, а когда они себя вели плохо, то этой возможности уже не было. И для того, чтобы снять два у каждого, надо было снять, соответственно, надо было поснять в два раза больше. Окей, вот на этом у нас кончается некоторая техническая деталь, да, которую мы объяснили. А теперь давайте посмотрим, как бы, наши мировоззренческие выводы, да, откуда, как они, как мы их увидим, да. Дальше Ханан Парад, он развивает такую, ну, психологическую интересную вещь, свойственную для всех, для евреев в частности, может быть, даже больше, чем у остальных, да. А именно, этот параграф называется устранить, ликвидировать вот этот вот зазор или разделение между, наверите, называется акаравы массы, то есть между осознанием и исполнением. И говорит, что вот по поводу этого вопроса, то софот, который мы сейчас разбирали, останавливается мораль из Праги, да. Для того, чтобы дополнительно остановиться и объяснить, в чем же заключалась вот такая разница в способностях ангелов. Почему 60, почему надо было 600 тысяч или там миллион 200, да. И говорит, что с одной стороны, как бы это странно, надо как-то это лучше объяснить. Почему? Потому что мы знаем, что есть такое соображение о том, что ангел, поскольку он является некоторым, хоть он и как бы небожитель, скажем так, но с точки зрения функционирования, в отличие от человека, он может выполнять только одну функцию. Если он выполняет только одну функцию, да, то вот по отношению к миллион 200 это понятно, а вот 600 тысяч это как бы непонятно. Каким образом один ангел мог исполнять две функции, да. И говорит Ханан Парад. Но для того, чтобы понять, да, и мораль говорит, что именно в том, что здесь получается как бы несоответствие, мы видим, что есть какое-то изменение правил, и для того, чтобы его понять, надо посмотреть более широким взглядом. Какой более широкий взгляд? Давайте посмотрим, какая вообще как бы ситуация человека в мире. Пишет дальше, что вообще на пути человека, на жизненном пути располагается много препятствий, да. Много духовных препятствий. И они не всегда, не всегда, они связаны именно с тем, что он не до конца их осознает. То есть не связаны с тем, что он вообще, говоря, возвращаясь к нашей терминологии, лонишма. То есть не может выполнить чего-то, чего он не понимает. Что зачастую человек, он знает прекрасно, что надо исполнять. И тем не менее, он уклоняется от прямой дороги, да, следуя за как бы своими стремлениями, инстинктами. Например, хочет быть богатым, хочет быть высокомерным, хочет насыщать свои желания и так дальше. И пишет дальше, что вот такая стия, когда вот такое отклонение от дороги, которую он понимает, по которой надо идти, да, она превращается в норму. Тогда человек, он ищет всякие, как бы объяснения для себя, потому что он понимает, в данном случае он дально нишма, он да, понимает, но тем не менее не делает, он находит себе всякие тируцим, да, всякие объяснения, оправдания. Для того, чтобы себе объяснить, он говорит, ну, смотри, всегда существует, называется, навредите, очень хорошее, называется мацуй вырацуй, да, то, что в потенциале и то, что в активе. Мацуй и рацуй. Рацуй – это желательно, а мацуй – это то, что есть в наличии. Всегда есть разница между тем, что вообще от нас требуется то, что рацуй, и то, что мацуй, то, что мы можем сделать. И не надо быть таким, как бы, фанатиком, не надо быть экстремистом, не надо стараться все выполнять. Можно иногда и пойти на компромисс в жизни, да, и тогда такой вот компромиссный путь, он становится, как бы, путем его, путем его жизни. Говорит дальше, что для большинства живущих на Земле, да, из большинства людей, это совершенно известная, как бы, дилемма, да. Да, и что у многих, у многих вот этот вот зазор между декларируемым, то, что надо делать, и то, что делается в действительности, он настолько большой, что, как бы, объективный со стороны человек, да, он оценивает поступки вот такого и говорит, что это, в общем, сплошной цвеют, это лицемерие, да. То есть человек, как бы, заявляет одно, а ведет себя по-другому. Окей, для чего нужна была вся эта преамбула? Потому что, исходя вот этого психологического объяснения, да, мы можем понять, в чем заключается вот тот свернутый, этот закрученный смысл выражения на асэва нишма. Потому что, пишет Ханан Парад, вот это очень важная вещь, да, он пишет, а крия Агдула, вот этот великий призыв на асэва нишма, сначала делайте, или обязательно делайте, или делайте, несмотря на то, что вам сейчас это непонятно. Либо не уклоняйтесь от мацу и ворацуй, не уклоняйтесь от декларируемого, почему? Потому что сейчас, сейчас вам кажется это неисполнимым. Это, и он пишет, это был призыв, даже не к индивидууму, а это был призыв к ума, это был призыв ко всему народу. Какой призыв? Леватель – это пар. Уничтожить, ликвидировать, аннулировать вот этот вот зазор, вот эту разницу, да, между тем, что человек понимает и между тем, что он делает. И сказать по-простому, на что ответил народ. Насэ этма ше нишма. Вот это комментарий к тому, что ответил народ. Мы сделаем все, что мы услышим. Окей? Теперь дальше. Ну и тогда понятно, да, почему спустились 60 и каждый привязал по два, да, а когда надо было снимать, то миллион двести. Почему? Потому что, когда Израиль сказал «Насэ в Энишма», они эти два, как бы, кетера, две награды связали в одно. Это было на одном дыхании сказано, да, и это слилось в одно. И это дало возможность, да, каждому ангелу привязать по два. А в тот момент, после хета-эгель, да, когда произошло вот это чудовищное разделение между тем, что с одной стороны, говорится, ухо, которое слышало на Синае, я твой бог, да, и слышало, и не будет у тебя элуки-махерим, и не будет у тебя других богов, да, они сделали наоборот, они сделали золотого тельца, да. И в этот момент, когда произошло это разделение, то как бы Нижбара-кетер сломался, развалился, вот этот вот чудесный, чудесная сила, которая склеивала два в одно. И поэтому, поэтому нужно уже было посылать в два раза больше, чтобы каждый снимал, потому что они завалились по одному. То есть мы здесь видим, как вот из этого, ну, казалось бы, технического объяснения, почему одевали 600 тысяч, а снимали миллион двести, да, казалось бы, технического объяснения, да, вот, получается такое глубокое мировоззренческое вещь, глубокое мировоззренческое понятие, да, о том, что когда было на Асеве и Нишма, это было связано вместе, а когда после Хета Айгеля, это развалилось, окей? Теперь смотрим дальше. А, вот теперь интересно про Мушер Абейну то, что мы говорили, да. Про Мушер Абейну сказано. Мушер Абейну, почему именно Мушер Абейну удостоился вот того дополнительного кетера, или тех кетарим, которые были, тех венцов, которые были сняты с голов израильтян. Потому что он, сделав непостижимое, непостижимое, а именно, разбив одни скрижа Ализавета и принеся вторые, он снова склеил вот ту, как бы, он устранил вот эту дихотомию, которая проявилась в грехе Золотого Тельца. И поэтому про него сказано, да, что у него был то, что на иврите называется Керон Ор. По-русски это называется, дай бог памяти, лучезарное лицо. Керон – это вообще рога. Знаете, у Микеланджело есть известная скульптура, называется Моисей. Вот там два рога. Есть тоже такой паршанут, что это именно физические рога, но, тем не менее, Керон на иврите – это еще и луч. И, как бы, простой комментарий, или главный комментарий такой, что Муше, когда вернулся, вернулся старыми скрижалями, то у него было лицо лучезарное. И про это говорит Тософот, комментарий Тософот в том месте. У него было, да, были два венца, как бы, слава. И когда Муше их взял, или ему были переданы то, что было снято с Израиля, у него засветилось лицо. И дальше мы видим, что вот эта вот крена, вот это вот излучение от лица Муше, оно было настолько сильное, да? Потому что сказано, «И убоялся ваяры Аарон, веколь бне Исраэлят Муше». «И убоялся Аарон, Аарон, и все бне Исраэль, Муше». Почему? Дальше написано. «Ве ине керн ор панаф». «Ве ине слихе» «Ве ине каран ор панаф». Почему? Потому что лучезарило это глагол, лучезарило его лицо. «Ве яру мегешты лав». И они убоялись подойти к нему. Окей? Теперь мы переходим к заключительной части. На мне, как бы, Ханан Парад всегда, но вот рассматривая все и как бы без, невозможно его обвинить в том, что это как бы голосовно. Он подробно разбирает комментарии, детали, комментаторов приводит так и так. А потом есть заключительный аккорд. Вот у нас сейчас заключительный аккорд. Казалось бы, совершенно невозможно было вывести то, что мы сейчас услышим из, казалось бы, технического объяснения по поводу всей истории с свинцами, с коронами. Но тем не менее. Итак, его параграф называется так. «Лаолот арца, лаолот тируцин». То есть, как бы сионизм бамитава. Это сионизм в чистом виде. Репатриироваться в страну Израиля без всяких тируцин, без всяких отговоров. Дальше идет тоже очень интересное построение. Смотрите. Говорит. «И в свете всего высказано, мы можем теперь вернуться к заключительной части, а именно то, что сказал Рейш-Лакиш, по поводу вот этих утерянных венцов, которые были сняты с Бне-Исраэль, и по которой, как сказал пророк, как сказал Ишаяу, они будут снова выдружены на головы израильтян. Каким образом? Мы видели, да, мы читали из этого пасука, мы читали из этого пасука, да, что когда будут возвращаться, то будут возвращаться с ликованием. Было написано «Симхатолам» и вечное, как бы вечное веселье, вечное ликование на их головах. И это можно понять, как это возвращение тех самых катарим. Да? Как? Откуда это видно? Дальше проводят очень интересный разговор. Да, ну и завершая историю, как бы не завершая, вот про Рейш-Лакиш и говорит, что то, что... Из этого можно понять, что то, что не удалось осуществить евреям-израильтянам, да, когда они сказали «Насев и Нишма» вместе, а потом это развалилось, когда был «Хет-Хет-Аегель», да, «Золотой Телец», но при возвращении в Израиль, в Израиль, это соединится снова вместе. Дальше разбирается очень интересная штука, вот этот вот зазор, почему этот зазор между Мацу и Вороцой, между желаемым и осуществляемым, почему зачастую, даже по большей части, он находит свое выражение именно в репатриации. Смотрите, какая интересная штука. говорит, что вот это выражение этого острого, да, зазора между желаемым и действительным, мы можем найти в книге Иуда Алиеве, Кузари, те, кто из вас читал, вспомнят то, что я говорю, те, кто не читал, послушайте, когда хазарский царь, с которым разговаривает, он называет его Хавер, еврейский раввин, и он ему задает каверзный вопрос. Он ему говорит, после того, как Хавер, еврейский раввин, рассказывающий ему о иудаизме, он всячески перед ним восхваляет или превозносит заповедь проживания в земле Израиля, на что хазарский царь, не будь дураком, он ему говорит, но если это так, тогда ты сам нарушаешь эту заповедь, почему, по которой ты обязан, по твоему учению, лыфи-то-радха, ты сам не восходишь, не репатрируешься туда, и там ты не делаешь свой дом жизни, ты там не проживаешь, и ты там не будешь умирать. и тогда получается, что если все, что ты сказал до этого, швахим, то есть как бы то, что ты восхвалял землю Израиля, а при этом сам туда ты туда не репатрируешься, не уходишь, значит, это лицемерие. потрясающий ответ ему дает хавер, еврейский раф, причем смотрите, он дает ему ответ, который, вообще говоря, более чем современен всегда, и особенно сейчас, в наше время, когда государство Израиля, слава богу, существует больше 70 лет. Вот этот хавер, который, я шардерах, который прямолинейный, и он без всяких проволочек, без всяких тируцим, оправданий, он ему говорит, как пишет Ханан Парад, говорит ему с протатой, которая просто разрывает сердце. Он ему говорит, он ему говорит, Ахен мацатам ком херпати мэлах кузар. Да, действительно, ты нашел место, чтобы нас срамить. Ты нашел наш позор. И говорит, и действительно, нет большего зазора, нет большей разницы, нет большего противоречия между тем, что мы говорим в наших молитвах и возврати глаза наши при твоем возвращении в Цион с милосердием, то, что мы говорим, да, три раза в день, в Тфиле Амида, в Тахизе Нейнену, в Шувхале Цион, в Рахамим. И получается, что мы им говорим, очень интересно говорит, Кадибур, Атуки, Бекецевцов, Азарзир. Это просто как попугаи, мы это повторяем, как попугаи, либо как чириканье соловья, потому что мы знаем, что в наших сердцах по-настоящему мы не хотим это осуществить. И дальше, да, еще вторая потрясающая штука, тоже интересная. Пишет, что интересно, что сам Рейш Лакиш, который, он был из тех мудрецов, которые, да, проживали в земле Израиля, да, и внутри которого горит вот эта вот страсть и любовь к земле Израиля, он кричит вообще огромным криком, да, и горестным против тех, называется Хахмей Бавель, против тех мудрецов Бавеля, которые приходили, посещали Эр-Цесраэль и учились там, да, но при этом, при этом не делали Алию Бефоль, не делали по-настоящему Алию, возвращались обратно и рассказывают такой потрясающий случай. Рейш Лакиш плавал в Иордане. У нас Иордан, кстати, полчаса доехал, вот тебе уже и Иордан. Вот, Рейш Лакиш плавал в Иордане, купался, принимал ванну, да, а к нему пошел, пришел раба-бар Бархана, который был, как он называется, Мирабанан Нехутай. Нехутай, это те, которые были в Иордане, которые были в Иордане, которые были, приходили в Иордан, а потом возвращались обратно. И вот этот вот раб, он подал ему руку, ушитло яд, а Рейш Лакиш даха, он оттолкнул ему руку, который был оправдан протянута и сказал ему, разговор, кстати, из Талмуда, потрясающе, это просто-просто, вот, стандартная израильская речь, очень близко, он ему говорит, Бэйлоим, Сонанитхэм, он им говорит, так вообще круто, чуть ли не матерно, да, но вот так круто говорит, он круто говорит, он говорит, так вас и так, ненавижу я вас, жизнью моей ненавижу я вас. почему? Потому что вы не сделали себя как Хома, потому что вы не встали стеной и не поднялись, и не поднимаете землю, как это было, вне Эзры, Эзры книжника. И отсюда делает вывод Гемара, Гемара делает вывод, что из-за того, что только небольшое количество еврейских мудрецов во времена второго храма, да, Бэймэй Бэйта Шини сделало действительно алию и возвратилось в Израиль, да, из толка Шхина удалилось божественное присутствие. И Рейш Лакиш, который ждет возвращения Шхины, он, как бы, его претензия к тем, которые не возвращаются в Израиль, да, мы сейчас уже заканчиваем. И тогда, тем не менее, да, Рейш Лакиш нахуж, то есть, он, он устремлен, он не оставляет, да, не продается отчаянию, и он укрепляется вот тем самым выражением, или тем самым пророчеством из книги Ишаяу, которая объявляет, «Убдуэя Шэм Яшуву Увау Цион Берина» и освобожденные Всевышним вернутся и придут в Цион Берина с ликованием, и что? «Высимха Толам Аль Рушам» и вечное веселье на их головах. И как бы говорит, «Да, смотрите, Ямим Баим, приближаются эти дни, как будто призывает Реш Лакиш, приближаются дни или будут дни, когда Бне Исраэль, когда народ Израиля освободятся от Херпат-Галут, от страма Галута-изгнания, продолжающего столь долго, и соединят или скроют этот разрыв между Насэв и Нишма и осуществят вот это пророчество, это видение, это хазон видения в виде Шива Цион, в виде возвращения в Цион земли Израиля. И тогда, тогда возвратится Атерет-Ла-Юшна, и тогда возвратится Корона-Ла-Юшна, это так, как это было, так, как это было в древности, как это было в старости, так, как это было когда-то, а именно, как это было во время Маамата-Арсинай, во время Синайского откровения, когда евреи сказали Насэв и Нишма и в одном дыхании как бы поклялись, что не будет разрыва между желаемым и исполняемым. Окей, ну вот как бы на этом кончает Ханан-Парад, я тоже хотел на этом закончить. Вот как бы, на мой взгляд, такая очень интересная статья мне показалась. Окей, у кого-то есть вопросы? Добавление, если хотите, могу. Ну, у меня такой теоретический момент, значит, об этом, тут речь идет о диалектике, значит, понимания и делания, оно очень известно, и в теории языка давно известно, конечно, есть и в Торине, я сразу поменуж, например, у Гетты, который вместо того, вместо «вначале было слово», начинает, значит, своего фауса, что «вначале было дело». Значит, мы понимаем это так, что «вначале было слово, но слово было дело», да, тоже есть такой вот подход, да, то есть слово и дело, они идут вместе, и это есть определенная диалектика, вот в жизни она очень непонятна всем, значит, в детстве, ребенок начинает с того, что у него сначала появляется какой-то опыт, опыт необходим для того, чтобы изучить какой-то язык, сначала он что-то щупает, смотрит и все, а потом постепенно осваивает язык, поэтому вначале, значит, сказано, будем делать, вот, и понимать, то есть вот это делание, вот первый опыт в Митсвот, когда вот тебе говорят, возьми и делай и делай тела, ты дай им так и так, вот, потом поймешь, зачем и почему, и у тебя сознание как бы поднимется на другой уровень, а вторая часть, когда, значит, ты уже освоишь какие-то азы и будешь делать все необходимое, собственно, так и ГИОР происходит, вот, тогда ты сможешь глубже понимать, о чем идет речь, и сказать, у тебя приближение, твое ЧУВА к Всевышнему будет уже на интеллектуальном более высоком уровне, вот, то есть вот это она, постоянная вот эта диалектика и ЧУВА, и изучение Митсвот, и делание Митсвот, но всегда отмечается, что важно именно делать, даже те, кто сделал ЧУВУ, и даже те, кто, значит, стал уже евреем в полном смысле, вот, отмечается, что без того, чтобы делать, значит, человек постепенно просто, так сказать, сойдет с пониманием вещей, да, то есть, поэтому всегда то, что называется Агмилуд Хасадим, делать добрые дела, и так далее, они важнее, даже в каком-то смысле, чем учение Тары, и в утренних молитмах мы это тоже подчеркиваем, да, что, значит, вот, Талмуд Тара, Кенегет Кулам, с одной стороны, а с другой стороны, Тара нас учат тому, что надо делать, выполнять вещи какие-то, без этого не может быть понимания, и поэтому всякие мудрецы, и всякие теоретики, которые будут просто изучать Тару, они просто не в состоянии понять, о чем там речь идет, вообще, я считаю, вот, пока они не приступят к выполнению заповедей, и постепенно освоят это понимание. Да, я согласен, да, все правильно, согласен. Петр, я не очень понимаю, что написано, можно вкратце, а поймем и сделаем из дворин, но как бы вкратце, это было то, что вот я больше получаса толковал, что значит вкратце, ну, как бы мы пытались посмотреть, как бы с разных сторон, и приходили к каким-то выводам, просто не очень понимаю вопрос, что значит вкратце, окей, у кого-то есть еще вопросы, или мы на этом заканчиваем? Да, если можно. Да, пожалуйста. Значит, у меня, ну, с некоторых времен сформировалась по данной недельной главе определенная концепция, я хотел бы кратко ее изложить и спросить, насколько она верна, насколько она имеет право на существование. Окей? Значит, концепция связана с тем, что существует такая традиция на запрет произношения имени Всевышнего, и выражается она в частности в том, что при написании на русском языке ставятся прочерки. Ну, все знакомы с этим явлением. В имени Всевышнего ставятся прочерки. На русском языке нет, извините, на русском языке нет никакого запрета произносить Бога или Господь, поэтому нет основы для такого написания, честно говоря. Да, я с вами согласен. Меня именно это как некоторое время назад озадачило. я стал внимательно, насколько мне это возможно вчитываться в первые семь пасуков двадцатого перика, где в конце в седьмом пасуке написано, что где-то не произноси, где-то не возноси и так далее. И я обратил внимание, что в целом в этих семи пасуках речь идет о милости, которую Ашем проявил к своему народу при выведении их из Египта. А так как там сочетанное Ашем и Илаим, то я для себя сделал вывод, что речь здесь идет о том, что при всей строгости Всевышнего он все-таки Ашем проявил к ним милость. И далее говорится не злоупотребляй моей милостью понапрасну. Вот. Но когда я получил вот именно издание Тарамитцион, то мне кажется, что моя концепция подверглась сомнению, критике, потому что здесь как раз седьмой пасуг говорит не произноси, а не возноси. И вот в связи с такими различными вариациями в переводе у меня вот возник вопрос, насколько моя концепция в данном случае она верна или неверна. Можно я скажу свое мнение? Да. Мне кажется, что по простому смыслу, конечно, нельзя так трактовать, как вы говорите. С другой стороны, в качестве драша, в качестве дополнительного смысла, безусловно, это очень интересно. Это то, что я думаю. Потому что мы всегда все-таки различаем. Есть разные уровни пшата, есть разное понимание простого смысла. Но здесь простой смысл, мне кажется, традиции наших мадрецов это не укладывает. Но в качестве какого-то нового углазления вполне интересно. Мое мнение. Не знаю, что скажут другие. Пожалуйста, если можно, другие. Не знаю, меня нет. Не очень понимаю, тем более, что все это обсуждение, честно говоря, когда она ведется, надо, если вы обсуждаете как бы правильное понимание чего-то, надо все-таки как бы искать языка источник, когда мы переводим на русский, а потом пытаемся понять различными словами, но такие дополнительные получаются вещи, которые вообще трудно преодолеть. Правильно? Все-таки смысл в Ивриске. оно допускает такое прочтение в смысле Драша, мне кажется. Андрей, как бы думать? Может быть, да, да, ну, может быть, окей. Не знаю, мне сложно сказать. Да, мне тоже сложно сказать. Учите иврит, и будем общаться, обсуждая первоисточник, тогда как мы будем ближе к тексту, потому что, смотрите, не зная иврит, я сейчас без, как бы, это сами, никого не тыкую, но просто делать какие-то выводы, исходя из переводов, но сложно, понимаете, в голове могут много всяких концепций вырастить, но все-таки они должны быть как бы привязаны к первоисточнику, правильно? Кстати, вот, что касается иврит, это в слове довар отражена вот эта диалектика понимания и делания, потому что довар одновременно означает и слово, и предмет, то есть, это и опыт, и язык, они слиты в одно слово, то есть, это все, поэтому, это правильно, да, я тоже думаю, что в иврите, и в иврите, как в любом языке отражается что-то, какая-то ментальность народа, это да, как существующее слово тахлис, которое отсутствует в русском языке, слово Эдгар, так и слово довар, была газета, да, израильская, называлась довар, как это понять, слово или дело, да, там, Лавдиль, я не знаю, кто-то из этих самых Ульяновых слово и дело, часы говоря, подзабыл уже, это его сын, его брат Александр, либо он сам, поправьте, кто знает, не помню, там тоже было слово и дело, или что-то такое, чем какие-то революционеры были, ну, хорошо, он и хам, обесседр, было там слово, было организация, вам слово и дело, ну, бы, санивальному, на погуглить, окей, ну, в данном случае, действительно, слово довар, это да, когда говорят, энддовар, что значит, энддовар, ну, поиде, не знаю, энддовар, ничего, нас, трудно сказать, но действительно, она выражается, а вот это вот, на асе вы не шма, вот эта штука, мне кажется, это, особенно для, ну, скажем, нас там, не знаю уж как меня, но у вас точно интеллектуальных людей, которые привыкли все обсуждать, понимать и так дальше, вот эта штука, она загадочная, на асе вы не шма, не говоря о том, что чисто физически непонятно, как можно выполнять то, что ты даже еще не слышал, как минимум должен это услышать, вообще говоря, это уж начать исполнять, то здесь какая-то обязаловка просто, не то же даже обязаловка, но это можно по-разному понимать, все-таки, сначала ты делаешь, а потом ты услышишь, вполне нормально, есть многие вещи, которые, да, вот как Мольера, да, ой, я понятия не имею, что я говорю прозой, надо же, человек неожиданно, он всю жизнь говорил прозой, понятия не имел, что он прозой говорит, также и здесь многие законы мы соблюдаем, даже не зная о том, что они существуют. Хорошо, человек не может говорить, накладывал филин, во, оказывается, отфилин накладывал, вообще не понял, нашел на черновке, накладывал. А вот не убивать запросто, или не врать, не свидетельство ложно, оказывается, это то, что запрещено, да. Ну хорошо, теперь я понял, теперь я понял, что это не только мое интуитивное знание, но это еще важный компонент божественного откровения, то, что от меня требует, то есть это поднялось на некоторый новый уровень. Не то, что я, так сказать, понимаю так интуитивно, нехорошо, не делаю ближнему тому, что не хочешь сама у себя, логика такая, которую и другие народы понимают, конфуции там и прочее. Но кроме всего прочего, в этом есть божественная истина, я это делаю не потому, что я это так, печенка мне подсказывает, как Авраам, а потому, что я получила закон, как закон Агаресиная, и закон это гораздо более высокая штука, и более сложная штука. Так что вполне можно. Много объяснений. На самом деле, мне кажется, соприкасается с тем, что говорит Ханан Парад, да? А пока это твои интуитивные знания, ты сегодня так, а завтра наоборот. А когда это у тебя в законе, ты должен привести себя в соответствии с этим, с тем, что ты говоришь, с тем, что ты декларируешь, с тем, что ты слышишь. А иначе получается вот такой разрыв между тем, что ты каждый день говоришь, приведи меня в себя, а сам сидишь в Брукле. Да, вот это сильная штука. И с Кузарьей вообще, действительно, я, честно говоря, даже... Нет, он это как бы применил к одному вопросу, очень важному для существования народа. Ну, в принципе, это существует... В каждом из нас каждый день мы там говорим что-то одно, а потом, так сказать, делать... Это действительно, это вещь, которая, вообще говоря, если что-то Кузарский царь, вообще говоря, врубился, да? Простой человек тоже. Каким образом люди могут три раза не на автомате говорит и верни нас по своей милости в Сиен. И при этом не возвращаться. Ну, как бы, ну, не говори тогда, это же, как бы, получается действительно странно, какой-то цвиют. Сидеть каждый... Ну, правильно, но на самом деле, ты понимаешь, что люди, мы все, это называется лама шикара, да? Наш мир называется мир луджи. Все мы больше или меньшей степени лицемерен, но тут немножко... Подожди, это рубанировали. Я, конечно, честный человек, но я же не могу, если я не буду налоги по-честному платить, я не могу. Иногда приходится работать по-черному. Я не хочу называть имен, у меня там близкие родственницы. Зарабатывать мало, там, в школе преподавать. Мы говорим про молитву, мы говорим про Амидо, это молитва, это единственное... Ну, неважно, ну, там, не воруй, например, есть молитва, есть такая, это самое, воровать государство запрещено, ты тоже не можешь этого делать. Хорошо, послушай, объясни мне такую вещь, какой смысл в том, что человек... Ну, отдай мне это говорить, потому что я хотела сказать как раз то, что ты говоришь. Одно дело, когда человек лично тут и там немного лицемерит, а другое дело, это весь народ, так сказать, или большая часть народа лицемерит вместе и все повторяют на общественных молитвах, верни меня в цель, в молитве, в обиде, и все, и при этом остаются у себя. Не только в том смысле, что какой-то Рабинович там остался, а в том, что большая, большая часть народа, что это национальная какая-то обман общая, а не в том, что он личный. Это я просто хотела разницу между этим. Окей, без отрагамон. Более того, народ сидит в трауре, есть специальный выделенный день, народ посыпает голову пеплом и говорит, разрушенный Иерусалим. Ну, это просто лицемерие, которому, я не знаю, можно ли найти больше. Ну, не сиди в трауре, зачем в трауре сидеть? Окей, вынесем это, а давайте остановимся, то, что сказал Ханан Парад, он как бы привел в конце действительно такую штуку. Мы надеемся, что в ближайшее время все осуществят свое законное право, те, у кого есть закон возвращения и с весельем, с двумя коронами на голове появятся в Бен-Гурионе, когда он будет открыт. В Мирабе Ямейну. В Мирабе Ямейну. Окей, ну хорошо. Всем спасибо за участие. Хорошо? Спасибо. Яла, счастливо и до свидания. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok